Россия вынуждена перебрасывать свои подразделения на южный участок фронта из-за грамотных оборонительных операций вооруженных сил Украины, а также из-за возможного там контрнаступления украинской армии. Поэтому август будет очень активен в плане ведения боевых действий. Мнение военных экспертов собирал журналист «Фактов тыжня» Павел Васильев. Хитрые гамбиты и неожиданные рокировки российской армии. Что враг готовит на юге, Донбассе и около Харькова? Мы изучили августовские планы россиян. Это как мы шутим поиск мины методом притопов. Как события на севере влияют на судьбу украинского юга? Ближайший месяц будет очень активен в плане ведения боевых действий. И когда начнется наше контрнаступление? Граната! Подокрунок, пи***ь! Адский жаркий август именно так описывают военные аналитики грядущую ситуацию на фронте. В офисе президента тоже заявляют, что ближайшие месяцы станут решающими в российско-украинской войне. Это последняя попытка перед зимними холодами переломить ситуацию в нашу пользу. Осенью и зимой воевать будет труднее. Так куда же Россия будет передвигать свои черные фигуры? И чем смогут ответить белые? На первый взгляд схожесть с шахматами действительно есть. Вот две армии, пехота, кавалерия или танки, тяжелая дальнобойная артиллерия, начальник генерального штаба и верховный главнокомандующий. Но для современной войны эта схема уже не подходит. Слишком небольшая доска, не хватает определенных фигур. И ходить они могут совсем по другим правилам. Во время игры фигуры могут исчезать с доски, а потом неожиданно появляться в совсем другом месте. И противник этого иногда даже не видит. За последний месяц реактивные системы залпового огня «Хаймарсы» стали настоящим украинским ферзем на шахматной доске российско-украинской войны. Под сокрушающей точными ударами склады со снарядами и горючим на Донбассе. А еще стратегические переправы в Херсонской области. В общей картины моста, просто мост фактически находится вот в таком состоянии. Но означает ли это, что Украина готова поставить России шах, то есть перейти в активное контрнаступление? И чем оккупанты прикрывают своего короля? В настоящее время россияне активно обстреливают ракетами жилые кварталы Николаева. На севере под ударом Харьков и Чугуев. А вот держите, снег больше здесь не будет. Все нормально. На востоке почти вся Донецкая область. Да мы видите, мы видите, пока не это так. По сути, война превратилась в окопную. Линия фронта почти не двигается. Ключевые фигуры хорошо прикрыты пешками. А это невыгодно ни одной из сторон. Поэтому в ближайшее время сдвиги должны произойти на одном из трех основных направлений. Харьковская область с самого начала полномасштабной войны остается ареной жестоких боев. И здесь Россия уже почти полгода пытается реализовать сценарий наступления на ключевые города соседней Донецкой области. Часть Харьковской области восточнее областного центра оккупирована еще с начала полномасштабного российского вторжения. Армия РФ контролирует важные транспортные узлы. Купянск, Волчанск, Изюм. И именно под Изюм россияне загнали наибольшее количество войск. Две танковые армии, одна дивизия десантников, три бригады и одна мотострелковая дивизия. С этого направления они постоянно создают угрозу захвата Славянска и Краматорска. Впрочем, военный эксперт Олег Жданов предполагает, в ближайшее время российские генералы могут изменить задачи для своих войск у Изюма. Они собирают Изюмскую группировку, которая была там очень мощная и давила на Славянск и Краматорск. Они хотят ее развернуть, вроде бы развернуть в сторону Харькова. И вот эта имитация масштабного наступления на Харьковском направлении может выглядеть таким образом, что удар будет наноситься с двух сторон. Со стороны государственной границы в сторону Харькова и через Балаклею на Харьков. Поэтому вполне вероятно, что Россия применит гамбит, то есть уступит фигуру, и угроза со стороны Изюма для Славянска в ближайшее время станет меньше. В то же время военный эксперт Павел Лакийчук говорит, российская армия может исчезнуть с севера и появиться на юге. И такие маневры не от хорошей жизни перекидывать подразделения на другие участки фронта Россию заставили, во-первых, грамотные оборонительные операции в ИСУ, во-вторых, собственная наступательная тактика. Политолог и журналист Кирилл Сазонов защищает Украину на Донбассе, был под северодонецком или сечанском. В основе российской тактики, особенно на этом направлении, бесчеловечное отношение российских офицеров к собственным солдатам, в первую очередь мобилизованным жителям временно оккупированных регионов. Их называют мобиками. Их кидали просто, чтобы обнаружить наши позиции. Это, как мы шутим, поиск мины методом притопов. Сильно топаешь ногой, рано или поздно найдешь ты эту мину. Так они кидали их просто найти наши позиции. Потом работали минометы. И потом, если минометы отрабатывали успешно, к нам уже заходили совсем другие люди. Это так называемые штурмовики. Это профессионалы, которые тоже воевали, наверное, с 2014 года. Более-таки подготовленные, очень достойные противники. Но этих подготовленных, как и тех, кого просто бросают на наши пулеметы для разведки позиций, с каждым днем все меньше и меньше. И именно поэтому пешек, чтобы надежно держать все позиции, у россиян уже не хватает. И это благодаря поставкам западного оружия дает нам шанс на контрнаступление. Поэтому России, очевидно, придется загонять дополнительные силы в Донецкую область. Или же окопаться и попытаться удержать то, что уже оккупировали. По данным Херсонской областной военной администрации, ВСО освободили в регионе уже более полусотни населенных пунктов. С нашей стороны здесь намечается шаг. И это направление, как арена будущего контрнаступления, выглядит все более очевидным. Россияне явно видят дыры не только в Антоновском мосту, но и в собственной обороне. Чтобы их закрыть сюда, из Донецкой области, российский генштаб перебрасывает наиболее боеспособные подразделения. На правом берегу Днепра отдельная разведывательная бригада, отдельная бригада специального назначения, десантно-штурмовая бригада, бригада береговой охраны, мотострелковая бригада и десантный полк. Поддержку с воздуха обеспечивает авиация с аэродромов Крыма, Чернобаевки, Чаплинки и Мелитополе. Плюс в распоряжении россиян крылатые баллистические ракетные комплексы наземного и морского базирования. При этом с появлением УВСУ высокоточных хаймарсов россияне сменили тактику и научились скрывать свои фигуры, чтобы уменьшить потери от наших залпов по своим складам со снарядами и ракетами. Боекомплекты теперь возят гражданскими грузовиками. Во-первых, они решают проблему транспорта. Они экспроприируют гражданский транспорт и его используют, потому что военного не хватает. Во-вторых, они заставляют нас гоняться с отдельными машинами, что мы на сегодняшний день не в состоянии сделать. И таким образом они на сегодняшний день меняют логистику для своих войск. Вот это ноу-хау, которые мы встретили в последние дни. Битва за Херсонскую область, говорят эксперты, может стать решающей на этом этапе войны. Для Украины победа на юге открывает путь на оккупированный с 2014 года Крым и один из главных транспортных узлов региона – Мелитополь. Армия РФ, если выдержит удар, может планировать дальнейшую оккупацию Украины в направлении или Кривого Рога, или Запорожья. Также появилась информация, что оккупанты хотят окружить Николаев. Россия знает, что ВСУ хотят поставить ей шаг на юге, поэтому выстраивает оборону. Британская разведка и медиа сообщают, что в ответ оккупанты стянули в регион дополнительные войска. Находятся они на правом берегу Днепра, к юго-востоку от Николаева, который россияне хотят окружить, чтобы мосты через Днепр оказались за пределами действия хаймарсов. Первые крупные тактические, средние и даже оперативные победы, они могут серьезно изменить конфигурацию сил вообще на фронтах. Потому что если мы начнем побеждать, то россиянам придется снимать еще силы с востока, и попытки наступления в Донецкой области могут захлебнуться довольно быстро и очень надолго. Россияне это понимают. Именно поэтому накапливают войска на юге и частично перебрасывают их туда из Донецкой области. Несмотря на то, что наша армия успешно продвигается в стороны Херсона, она снова сталкивается с нехваткой западной техники. Именно поэтому, прогнозирует Олег Жданов, час большого контрнаступления еще не настал. Скажу так, что ближайший месяц будет очень активен в плане введения боевых действий, но существенных изменений линии фронта вряд ли можно ожидать. Почему? Потому что мы не готовы к введению контрнаступления в связи с недостаточными поставками вооружения. Что касается России, то они, на мой взгляд, уже не способны провести масштабную наступательную операцию и в ближайшее время попытаются ее имитировать. То есть, скорее всего, весь август россияне будут пытаться сорвать концентрацию ВСУ на том или ином направлении, чтобы затруднить наше наступление, где бы оно ни готовилось – на юге Донбассе или возле Харькова. Но где именно и когда вооруженные силы Украины могут нанести свой удар, знают только гроссмейстеры нашего генерального штаба. Потому что только они видят полную картину войны, знают, где и какие фигуры разместил противник и уже готовы начать свою партию. Потому что до зимы осталось не так уж и много. Павел Васильев, ICTV для Marathon Freedom на канале UAE. Павел Васильев, ICTV для Marathon Freedom на канале UAE. До встречи!